Салют, господа! Продолжаю читать ответные вопросы, написанные мне. Да и религиями кормят людей, так как проще управлять массами баранов, верующего в Бога. Но религия это придумывает вообще-то масса людей и устанавливает своих авторитетов. Каждый человек волен сам во что-то верить и коллективизироваться и объединяться с группами людей. Так придумываются религии, конечно. Обвинить здесь некого, просто сами люди предпочитают сбиваться в стада, грубо говоря. Ну, по-другому говоря, объединяться, просто тянуться к коллективам. Это нормально. Первые сотни жизней после жизни животных предпочтение оказывать массам, то есть коллективам, тянуться к большим коллективам, к группам людей, коллективизироваться, помятуя о жизни в стадии или в стае, это естественный процесс. Все мы проходим через эти стадии жизни животных, потом человека-животных, потом коллективизация и коллективности. Потом только после нескольких сотен жизней, в основном, бывает раньше, конечно, человек начинает понимать, что он сам творец и любой коллектив начинает тянуть назад его. Или потому что там приходится иметь дело и с теми, кто, в общем, с разными людьми. Потому что очень непросто развиваться в коллективах каждому с одинаковой скоростью. Кто-то ускоряется, кто-то замедляется. Поэтому в коллективах очень медленное развитие обычное. Индивидуально человеку быстрее развиться, чем общаясь с разными людьми. Хотя это вопрос выбора, я под себя говорю, как для меня. Я ничего доказывать не буду вам себе. Я обычный человек, но все же посмотрите видеоролики, где говорится о том, в чем мы живем. Думаю, хорошие цивилизации не станут раскрывать тайны рабства и невежества. Просто посмотрите вот эти видеоролики. Спасибо за внимание. Я просто переживаю за наше будущее. А вот это бесполезно делать. Переживать за ваше будущее. Или за будущее страны, или даже планеты. Потому что здесь живут очень разные по развитию. На каждой на своей стадии эволюции люди, и животные, и много существ разных. И всех не объединить, и не призвать, и не вдохновить жить одной жизнью, просветленной какой-то, или попытаются некоторые, но лишь находят в себе какое-то количество последователей. И этим и оканчивается. Здесь как раз выкристаллизовываются выпускники, и те, кто уже более древние и старые души, которые уже насытились всем опытом, начинают жить более просветленной жизнью, или разумной. И также и следующие животные состояния и инстинкты, которых большинство. И это нормально. Здесь некого спасать. Все идеально. Некого обвинять. Все нормально. Все течет. И все справедливо. Я всегда так видел. Или очень давно, точнее. Когда-то, да, я тоже проходил стадии, пытался обвинить кого-то в чем-то. Сейчас я вижу очень все насквозь. И что все, и в моей жизни, жизни каждого очень справедливо, и каждый притягивает то, что заслуживает, то, что создал когда-то сам, спроецировал сам, теперь получает обратный бумеранг или притяжение того, что сам и излучает. В некоторых видео негативные пришельцы будут делать вид, что они добрые и будут прикрываться плеядами. Добрые плеядами. Я... Вы думаете, есть разница, как называется человек или инопланетяне, какой там... Да, плеядеанцы, кстати, известны нам, как наши старшие братья, заселившие или участвующие в эксперименте по развитию человечества, заселившие нас через свои ДНК, через... помогающие в этом эксперименте. Ну, плеядеанцы на планетах плеяд есть очень разные по характеру. Если вы напишите на них ярлык добрые, то это ваше личное восприятие. Они очень разные, есть нейтральные, которых добрыми назовёшь, которые... Да, есть... излучающие качества, которые можно назвать добрыми, условно, конечно. Добрые... Любящие, да, вот... Что-то похожее, вот... Хотя тоже ярлык любящий, добрый, тоже условный. Для кого что... Для каждого человека добро, это очень разное понятие, что для него доброта или добродушие, то для другого этим не является. Вот, например, для меня. Мои понятия очень сильно отличаются от большинства людей, что такое добродушие. Хотя... Я стараюсь больше особо не называть кого-то какими-то прилагательными, потому что очень разные смыслы каждый в это вкладывает. Так, негативные пришельцы будут делать вид, что они добрые, будут прикидываться приятными, чтобы обмануть людей. Это всегда происходит, что кто-то, кого... Люди, инопланетяне... Кстати, пришельцам делать это вот... У людей, люди пытаются спроецировать свои... Обманные, например, да, вот... Прикидываться здесь... Прикидываться перед друг другом тем, кем они не являются, или вообще-то... Нет. Не то слово. Это здесь принято вот так считать, что кто-то притворяется кем-то. А, например, у большинства пришельцев, которые сейчас вокруг нас, они настолько развиты, что... Они обладают телепатией, и они даже сами удивляются, что... Можно... Как можно соврать? Потому что это друг другое. Потому что это видно. При телепатии это насквозь видно. А прикинуться никем невозможно. Видно насквозь каждого. Поэтому эти понятия для них самих в новинку, что здесь можно прикидываться. Они этим не занимаются, как правило. Ну и вообще как... Не то, что как правило. Здесь вообще негативных инопланетян я не знаю. Есть те, которые условно так можно назвать. Вот этих ученых некоторых, которые экспериментируют с людьми, как с крысами. Но их очень мало. И каждая цивилизация чувствует, знает, что она делает благо, что-то хорошее, доброе. Ну, в смысле, тоже ярлыки, нити. Просто каждый занимается своим делом здесь. И здесь цивилизаций очень много. И это люди пытаются навесить ярлык на разные цивилизации. Вот как, например, дикие животные. Когда мы входим в лес, дикие животные, большинство людей, кстати, нас считают, да, вот примерно так, как мы инопланетян. То есть, негативными, злыми там, да. Ну, примерно так ощущают. По нашим... Если вешать наши ярлыки, вот примерно что-то так же. Поэтому, это естественно, мы тоже, вот менее развитые люди, пытаемся на инопланетян навесить свои ярлыки земные, приземленные. Думая, что вот они какие-то... Они вот делают с некоторыми людьми вот то, что мы делаем, например, с некоторыми животными. Ну, это естественная цепочка. И более разумным людям можно сотрудничать с этими инопланетянами, что я и делаю. Так же, как некоторые люди, некоторые животные не испытывают зла, не рычат на людей, а относятся к людям с любовью. Поэтому, даже некоторые дикие животные попадают к людям в домашние животные и живут с ними рядышком. И не считают людей злыми. Потому что, если ты излучаешь любовь, ты, в основном, получишь в ответ любовь. Хотя, есть разные исключения, желание испытать разный опыт. Поэтому на любовь бывает ответ нелюбовь. а чем-то с сопротивлением. Ну, это все. Все это тоже каждый из нас желает. Что желает до воплощения, то и получает. Это все для опыта происходит. Так, вот что меня волнует. И в видео серы и рептилии, это не человеческие сущности, что они хотят видеть нас рабами, создают войны и натравивают нас друг с другом. Инопланетяне этим не занимаются. А вот, хотя орионцы раньше занимались, но сейчас натравливают друг на друга и да, проецируют войны. Это больше из астрала. Это же порожденные людьми существа, сопротивляющиеся там. Это больше не инопланетяне это делают, а вот с ними делают. Это сами люди делают и, конечно, создают в астрале таких же части себя, отторгают. Например, человек создал какой-то негатив, он, в смысле, испытывает ненависть, и он является, например, каким-то полководцем. То есть возглавляет какую-то группу людей, идет на войну против какого-то того, с кем он поругался, кто его обидел, и убивает. А потом он начинает понимать, что он сделал, когда стареет, например, на смертном адре, начинает понимать, что он сделал. Он воевал, убивал, а зачем, почему не... И начинает ненавидеть себя за это. То есть отторгает часть себя, часть своего Я, как не принимает себя, и то есть отделяет в астрале, или в тонком мире, часть себя, и считает, вот этот Я был плохой. То есть создает другое какое-то существо, которое... И качество ненависти, например, ненавидящее всех существо, которое он прогоняет от себя. И оно живет, и начинает жить своей жизнью, и оно начинает притягиваться, прилепляться к тем людям, которые живут войной. И кажется, что оно влияет на тех людей. Ну, это просто закон протяжения, не более того. Да, вокруг ненавидящих людей полно, а сущностей ненависти... Ну, они всего лишь питаются энергией ненависти. Они для этого там... Вот и все. Они более безобидны, они всего лишь подбирают ту энергию, которую излучает сам человек. Пока этот человек нуждается в этом опыте. И кажется, что они проецируют человека на какую-то отрицательные эмоции, но на самом деле это всего лишь кажется. Сам человек желает получить какой-то опыт в какой-то жизни, недовести отрицательных эмоций, то, что можно назвать злом. И он его получает ровно столько, насколько у него хватает энергии, жизненной силы. Пока его там не сажают в тюрьму, не убивает или сам не умирает. В следующей жизни он сыт этим опытом, он начинает излечивать последствия этого опыта чаще всего. Если, например, не принял отторг чья-то часть себя или возненавидел сам себя. Здесь очень много последствий всего этого. А если он был, например, да, убивал, мы все прошли через убийство чего-то, кого-то. Ведь когда мы даже съедаем яблоко, мы убиваем те клетки, если посмотреть в микроскоп, мы съедаем и убиваем, то есть, некоторые клетки каких-то, каких-то мизерных существ, которые разрушаясь, умирая, из себя выделяют энергии, которые нам дают энергию для жизни, от которых мы чувствуем себя бодрыми и жизненаполненные кое-какой энергией. Вот. Все, в общем, везде присутствует потребление через смерть, получается. И, конечно же, даже те, кто и живут там, начинают пить воду, одну воду, и ничего не есть, те, да, из этой воды тоже те же самые клетки, которые там живых существ, они как-то их, попадая в желудок, в кислоту, они разрушаются, и из этого выделяется энергия, которая дает какую-то жизненную силу нам двигаться и жить. Все. Более большое существо питается более маленькими или все более мизерными, чтобы получить энергию. Это естественный процесс, поэтому, если себя за это осуждать, то здесь получаются проблемы для исцеления следующей жизни, чаще всего, или между жизнями. Поэтому это все жизнь естественная, нормальная, здесь некого осуждать, здесь все происходит вполне целесообразно и последовательно. Мы здесь создали такую игру, целую вселенную с игрой, например, назвав ее эволюцией или разными другими ярлыками развития. Мы потихонечку здесь получаем просто опыт, совершенствуясь, обучаясь там есть, пить, ходить, двигаться, мыслить, развиваться, создавать что-то более совершенное, себя совершенствовать, обретать сверхспособности, создавать технологии, потом экологические технологии, вот там духовность, тоже понятие для всех очень разно понимаемое, заниматься духовностью, продвигаться по эволюции. Можете расслабиться, мы все здесь, можно здесь назвать что-то с дом добром, лишь условно, чтобы это придумано когда-то людьми, для понимания такого, что для меня полезно сегодня, а что нет, завтра может быть совсем наоборот, или все полезно, это для более мудрых старых душ. И на этом я заканчиваю это видео, до следующих встреч. Спасибо.